всем добрый вечер спасибо что пришли очень-очень у вас много я не ожидала что тема такая резонансная будет надеюсь что не все уйдут после второго слайда но скучных слайда будет 2 поэтому начнем начнем с веселого слайда на самом деле с собачкой такая отсылка к школьной наверное биологии кто-то слышал про опыты павлова кто-то еще не забыл про них кто-то правда что никто не слышал класс тогда вы напомните что павлов издеваясь над собачками выяснил следующее если собаки поставить перед перед собакой поставить тарелку с едой у нее начинается слюновыделение не очень видно но если собаки при этом просто позвонить колокольчиком какой-то звуковой сигнал или световой сигнал ничего не произойдет с помощью так называемого классического обусловливания или классического научения можно выработать слюноотделение исключительно на звуковой сигнал когда происходит когда это нормально же слышу тебя слышит этот звон нет классно когда перед собакой ставят тарелку можно одновременно подавать какой-то дополнительный стимул в этом случае тарелка седа выступает как безусловный стимул световой или звуковой сигнал выступает как условный стимул в итоге когда это несколько раз повторяется собака привыкает и не следующий раз когда мы слышат звуковой сигнал здесь этот колокольчик не начинается слюноотделение за счет чего происходит процесс ассоциации за счет того что эти два стимула идут как бы вместе то есть они друг с другом ассоциируются это простой кейс и зачем это вообще надо это не бесполезная штука это не бах это реально фича таким образом многие виды биологические виды выживали в течение долгих сотен тысяч лет как это работает например когда жужжит пчела вы слышите жужжание пчелы потом пчела вас жалит а все еще раз когда вы слышите же вы понимаете что это неспроста и скоро вас укусят и вы начинаете лихорадочно избегать столкновение с пчелой чтобы все закончилось мирно и хорошо или если вы какой-нибудь травоядный который кушает травку в поле тут шуршит трава выбегает хищник и кусает там вашего соседа вы понимаете следующий раз что шорох от травы стоит опасаться потому что возможно это все плохо кончится таким образом классическое обусловливание естественным образом происходит в среде обитания живых существ и помогает выживанию дальше будет интереснее в двадцатом веке были еще такие два товарища как торндайк и скиннер два очень известных психолога и они издевались теперь уже не над собачками а над крысами и над голубями в чем прикол у скиннера была коробка скиннера это такая небольшая лаборатория от которой он садил крысок и голубей задача эксперимента если в первом случае это у нас было научить собаку выделять слюну на звуковой сигнал который вообще не привязаны как едет у случае с крыской нужно было научить крыску нажимать в этой коробке скинера в этой небольшой комнатке на первом ряду есть нажимать рычажок так было устроено что при нажатии на рычажок крыса получала небольшую порцию еды но все равно как бы для крыс это ненормально нажимать на рычаг с чего бы ей это делать поэтому для того чтобы вообще простроить эту ассоциацию первым делом крыса получала еду когда она находилась просто в правильной зоне коробки сначала находилась например там в правой части каждый раз когда заходила в правую часть крыса получала еду затем эта зона сужалась все меньше и меньше и меньше таким образом крыса получала еду в том случае когда находилась уже там практически возле стенки с рычагом следующим этапом когда она касалась рычага Следующим этапом, когда она нажимала на рычаг. Таким образом, у нее простроилась ассоциация, что нажатие на рычаг означает еда. И все бы ничего, но это довольно скучно. Скиннер на этом не остановился. Он продолжил эксперименты. Что он дальше выяснил? На этой схеме можно не читать. Я расскажу, что тут написано. В общем, если Павлов работал над классическим обусловливанием, то Скиннер работал над инструментальным или оперантным обусловливанием. И о чем все его опыты были? О том, что проще всего назвать кнутом и пряником. То есть есть награда и есть наказание. С одной стороны, можно поощрять крысу за то, что она делает правильные вещи. То есть давать ей еду. С другой стороны, к этой коробке Скиннера был подведен электрический ток. И каждый раз, когда... Я надеюсь, не сильный, но то, что они там все издевались над животными, это понятно. Каждый раз, когда крыса делала что-то неправильное, то есть находилась, например, в неправильной зоне коробки, ее били небольшим зарядом. Наказание, и наказание, которое как бы кнут и пряник, которое как бы награда, тоже можно детализировать. То есть может быть позитивное подкрепление. Каждый раз, когда крыса делает правильную вещь, она получает еду. Или каждый раз, когда крыса делает правильную вещь, ей отключают электрический ток. То есть может быть негативное подкрепление, когда у крысы все время есть ток, а потом, когда она делает что-то правильно, ей его выключают. Например, она бегает по кругу, и как только она там останавливается возле рычажка, ей отключают ток. Она понимает, ага, да, я значит правильно сделала. Другой, более гуманный пример, это если в случае с позитивным подкреплением, это банальные тренировки песика, чтобы он делал правильные какие-то действия. То есть это дрессировка, то есть дай лапу, а дальше, если песик дает лапу, вы ему маленькую вкусняшечку даете. В случае с негативным подкреплением, это когда у вас звонит телефон, вернее не телефон, а будильник, у вас есть кнопочка отложить будильник, то есть не выключить будильник, а хотя бы просто временно прекратить этот назойливый звон. Это негативное подкрепление путем как бы избегания наказания. Ну или если вы учитесь в школе и вы хотите получать хорошие оценки, то вы делаете все, чтобы не получить плохую оценку. Это тоже вид негативного подкрепления. Наказание тоже может быть положительным и отрицательным. В общем, чтобы не сильно вас оставлять этими подробностями, я скажу следующее, что Skinner, проводя все свои опыты, многократно подтвердил следующее, и называется это закон эффекта Торндайка, потому что Торндайк тоже этим занимался, что из всех реакций живого существа, которые происходят как реакция на какую-либо ситуацию, самым эффективным способом закрепить эту реакцию является постоянно ее поощрять. Те же реакции, которые получают наказание, они в будущем имеют меньшую вероятность сохраняться. Вроде как бы банальное утверждение, но что здесь интересно? Вот это способ манипуляции. Положительное подкрепление с вариативным соотношением. Когда крыса получает каждый раз еду, когда она нажимает на рычажок, у нее со временем пропадает общий стимул нажимать на рычажок все время. А как мы помним, задача эксперимента была научить крысу нажимать на рычажок все время. То есть еда здесь была всего лишь инструментом вспомогательным, помогающим закрепить этот навык. Для того, чтобы крыса продолжала нажимать на рычажок все время, нужно было давать ей еду не каждый раз. То есть иногда на второй раз, иногда на третий, иногда через пять раз, иногда не раньше, чем через две минуты, независимо от того, сколько она нажимает. И в итоге крыса постоянно сидела и нажимала на рычажок в ожидании, когда же этот рычаж сработает. А теперь давайте подумаем. Это называется вариативное соотношение, то есть переменное соотношение. Мы не знаем, когда награда выпадет. На что это больше всего похоже? Бинго, да. Это игровые автоматы, это казино. Люди, сидящие перед игровым автоматом, знают, что джекпот есть, он существует, если это для личного казино, конечно. И даже, может быть, знают людей, которые выигрывали в лотерею с рычагом, но они вкидывают свои деньги бесконечно и продолжают ждать эту награду. Выглядит это достаточно жутко на самом деле. Я понимаю, что есть такой вид развлечений, но он построен не случайным образом, а используя специальные методики. Теперь давайте подумаем, какие еще бывают зависимости. Ну, игровые автоматы, понятно. Это классические случаи переменного вариативного режима с непонятной периодичностью подкреплений. То есть, может быть, на второй раз выпадет, может быть, на тысячный раз выпадет. И мы не знаем, какая награда выпадет на самом деле. То есть, награда может быть маленькая, может быть, реально джекпот. Вот компьютерные игры. Причем игры могут быть как казуальные, типа фермера, в котором там минимальная детализация, минимальная необходимость как-то взаимодействовать, какие-то довольно банальные вещи нужно делать, так и мастодонты индустрии с красивым движком, с красивой графикой, которые увлекают многопользовательскими сценариями. И люди там как бы зависают часами. Ну, или могут там партейку, там другую после работы просто поиграть. Я не говорю, что это плохо. Я говорю, что это работает по тому же принципу. То есть, есть переменная награда. И в виде награды здесь выступают новые земли, новые уровни, новые скины, новое какое-то обмундирование, ачивки, сражения, турниры какие-то, где вы получаете поощрение и награду, соответственно. Дальше вообще то, что всем знакомо, социальные сети. Я думаю, что, даже я не думаю, я видела, что несколько людей, когда были скучные слайды, полезли куда-то в телефоне что-то смотреть. И это тоже нормально. Я сейчас объясню, почему это происходит. Социальные сети – это в зависимости от того, какую сеть вы выбираете, какой вы чаще пользуетесь. Это особый вид бегства тоже от реальности, как и предыдущие варианты. То есть, это может быть бегство от одиночества, это может быть бегство от недостатка информации, это может быть банальная скука в очереди, скука во время презентации, это может быть желание получить какую-то дозу приятной информации или желание получить, удовлетворить свое эго, получить какие-то лайки. То есть, люди идут в социальные сети для того, чтобы отыгрывать какие-то социальные модели. чтение художественной литературы туда же как просмотр кино это альтернативный мир мир альтернативной вашей скучной я не говорю что скучно реальность но я говорю что иногда она действительно бывает скучная и унылая и и хочется поставить на паузу на что-то отвлечься и в таком случае кино музыка игры там не знаю реальные игры выбраться из комнаты побеги всякие это все имеет место еще есть такая привычка как постоянный гуглеж если раньше когда не было гугла люди старались как-то что-то еще запоминать то сейчас уже запоминать вообще нет необходимости есть возможность перепроверить вы сидите в баре спорить этом с кем-то со своим знакомым там кто как выиграл там как сыграла россия и вам нужно проверить но как бы чем вы докажете вы погуглите и привычка гуглить стала настолько же укрепилась нашим ежедневном ежедневном взаимодействии вообще с телефоном с людьми с окружающей средой как и фотканье то есть когда вы куда-то едете вы можете даже не выкладывать это никуда в инстаграм там фейсбук вы не ищете поощрения но вы фоткаете просто чтобы запомнить вы не полагаетесь больше на свою память вы вы фоткаете чтобы записать это вы записываете все в телефоне номера раньше мы помнили номера этом это были вот эти с дисками телефоны то есть мы запоминали сейчас нет этой необходимости все на себя берет телефон это становится привычкой почему достанется привычка потому что это работает спорт это вообще самая самая простая самая предсказуемая привычка которая подкрепляется позитивно еще и на химическом уровне с помощью вырабатывания гормонов то есть если вы начали заниматься спортом занимались там месяц-другой а потом резко начинаете бросать у вас и начинается дикая ломка в теле вам плохо вас мозг по-другому начинает работать у вас выделяются другие гормоны вам физически плохо вы злой то же самое собраться книгу тоже вообще плохо привычка мозга потреблять информацию немножко менее такая очевидная и банальная но мы привыкли поглощать тонны информации сейчас все происходит очень быстро очень много разного контекста и быть в контексте это модно современно молодежная и все должны быть контексте иначе ваш социальный статус немножечко падает это самые простые самые распространенные примеры которые я просто сходу написала вероятно у каждого из вас есть паттерны поведения которые повторяются зависимости от ситуации достаточно часто и сейчас мы попытаемся понять как мы на все это подсели как он подседаем на все свои привычки есть замечательная книга мира и яля на крючке называется книжка очень классная советую прочитать вкратце расскажу ее содержание с помощью этой схемы любая подсадка на привычку на приложение которое создает привычку на любое создание любой привычки вообще в принципе в жизни осознанная такое когда вы принимаете решение собираетесь себе эту привычку привить она происходит начиная с триггера триггер это пусковой механизм давайте на примере инстаграма например рассмотрим то есть допустим вы никогда не видели инстаграм так случилось или давайте откатимся на пять лет назад и вы допустим вы не видели инстаграм какой-нибудь знакомый какой-нибудь знакомый вася мне говорит ира есть инстаграм это такая клёвая штука то можно постить фоточки такая клёвая штука зачем ну ладно пожалуй поставлю ну или мне фейсбуке пришла реклама какая-то это очень часто происходит с помощью таргетированной рекламы появляется триггер и я думаю хорошо инстаграм пожалуй я попробую я совершаю какое-то очень базовое действие я устанавливаю инстаграм и тут же я вижу что там есть мой вася мой знакомый которые вот вчера был в баре со мной еще и фоточку туда мою выложил я такая уже мне эту фоточку не прислать период и вижу это мгновенная переменная вознаграждение но это первый цикл поэтому она еще не переменная но как бы постоянно и любой цикл привычки начинается с того что вы постоянно ее подкрепляете постоянно получаете награду после того как вы увидели что вас и запустил фоточку вы думаете класс теперь я попрошу эту фоточку и запущу ее у себя еще и соберу лайков у своих друзей для этого нужна некоторая инвестиция вы должны кого-то зафоловить кто вас будет лайкать там раз-два человека за половили запостили фоточку сделали минимальную инвестицию минимальное действие после чего проходит день на самом деле приходит намного меньше 5 минут до по современным реалиям вы открываете инстаграм чтобы проверить насколько штамм лайков вы открываете а там за лайк класс популярно все надо еще что-нибудь сделать надо еще запустить нужно больше лайков нужно больше друзей нужно больше выкладывать нужно создавать там какой-то социальный образ который все будут лайкать класс сейчас я еще букет выложу из на фоне красивой машины сфоткать еще за пола влютам какого-нибудь знаменитость правильно хэштейн поставлю ну и в общем раз за разом все это усугубляется мы проходим этот цикл давайте теперь по каждому пройдемся из вот этого вот до игровые автоматы все довольно очевидно пару раз играл первый раз и выпало там несколько монеток потом много монеток и все тебя купили еще если ты видишь что рядом на игровых автоматах буквально в ряду кто-то кому-то начинает сыпаться золотой вы понимаете что награды таки реально и нужно нужно продолжать это делать потому что у тебя это тоже рано или поздно настигнет сын вами но я уже в принципе сказала то есть ачивки рейтинги новые земли новые уровни во всех играх это работает как только вы получаете первые награды вас это вовлекает вы продолжаете закапываться в это дальше социальные сети фейсбук фейсбук сейчас превратился больше в свалку но его изначальная идея это новости дружба со своими одноклассниками одноклассниками с студентами с которыми вы учились и вы должны поддерживать как-то контакт фейсбук это не очень круто получается но в принципе сейчас все равно люди перебрались фейсбук и ищут там какую-то новую информацию что произошло с друзьями какие есть ивенты еще что то есть когда вам банально скучно одиноко когда вы не знаете куда себя деть есть в мозгу срабатывает вот этот стимул вы знаете что если вам плохо фейсбук вам гарантированно даст небольшую переменную награду то есть он вам выдаст хотя бы три новых поста среди которых один вероятно будет даже интересен и можно там что-то покомментировать переписываться он даст вам контекст с инстаграмом все вообще очень печально потому что там есть лайки там есть очень много визуального контента все сосредоточено вокруг создания искусственного образа жизни человека то есть инстаграме очень мало у кого реальная правда происходит все задают какой-то достаточно позитивный образ и все это мы понимаем это всего лишь доля правды но за этим люди подтягиваются пытаются создать свой позитивный образ тоже пытаются тоже заработать немножко лайков это также социальный рейтинг то есть если ваш друг выжил крутую тачку которую он купил вы как бы смотрите вы лайк поставили но сами там сидит а в голове думаете что вот я куплю через месяц и тоже выложу обязательно выложу причем со всех ракурсов и там сколько фоток только можно все выложу еще и в сторизы заплачу то есть вы пытаетесь как бы перебить его ачивку и получить больше лайков вы еще за полуете кучу людей для этого чтобы не вам больше поставили в общем я конечно это все очень сильно утрирую но думаю вы можете додумать ситуация самостоятельно с литературой все немножечко сложнее потому что она требует больше времени но это тоже гарантированный способ прожить какую-то альтернативную жизнь причем прочитав пару спойлеров вы знаете какую даст сериалами если ваши друзья смотрят сериалы вы начинаете смотреть первую серию и в серии всегда проектируется тоже поэтому по этой же модели то есть у вас триггером вот этим внутренним триммером выступает клиффхенгер который в конце серии которые всегда в самом интересном месте заканчивается то есть у вас внутренний триггер вас приводит к следующей серии вы приходите сами проверять что там вышло нового ну что вам интересно чем это закончилось сериалы книги я думаю можно не продолжать понятно как привычка срабатывает покажу делать да на самом деле правда потому что ну я бы не сказал что спорт это вредная привычка да тут есть спорт привычка фоткать потреблять информацию там гуглить тоже читать на самом деле мне здесь все нравится кроме автоматов все это прикольно и полезно класс я думала после второго что делать во первых нужно понять вообще хотите вы бороться с этой привычкой или нет если хотите то самый простой способ изжить привычку это переписать ее новая привычка переписывать довольно сложно но у вас есть схема то есть что зачем будет происходить в принципе понятное предсказуемо что важно вы на самом деле вот если как бы вы увидели сейчас что у вас огромное количество каких-то шаблонных действий постоянно повторяющихся доставляющих вам уйму неприятности дано отжирающих огромное количество внимания времени какие-то вещи вы делаете автоматически вы проверяете почту пока гуляете с ребенком гуляйте с ребенком проверяйте почту отвечаете клиенту или вам кажется что вы отдыхаете на самом деле вы сидите на диване и скролите instagram уже механически просто делают это движение свайп обновить свайп обновить ничего не происходит и вас это уже начинает даже подбешивать и в этот момент вы понимаете что вы уже открыли инстаграм и сидите смотрите до этого вы могли даже не осознать то есть вам было плохо в механические открыли разлучили там instagram свайп 0 и все как бы и получили или не получили свою награду первым делом для того чтобы проанализировать все свои вот эти вот как бы экшены нужно просто сосредоточиться и понять вот задать себе вопрос любой момент времени вот например даже сейчас вопросы что конкретно есть что я сейчас сделаю зачем почему я это делаю что именно я думаю что я говорю и что я чувствую это выглядит как какой-то сеанс психотерапии на на самом деле нет потому что вот эти вопросы вот например вопрос зачем зачем это вопрос в будущее то есть что я пытаюсь какую я награду с этого пытаюсь получить какая вообще у меня мысли было зачем я пришел на этот семинар да на этот айти ток зачем пришел я пришел например за новыми знаниями вот я сейчас сижу я понимаю что я пришел вообще не за этим я про дизайн пришел слушать и вот что мне мешает сейчас встать и уйти до что вам мешает потому что на самом деле я все время строю слайд по принципу дальше будет что-то еще интереснее ну например да это зачем то есть у вас есть какая-то цель и вы пришли сюда для того чтобы эту цель удовлетворить это вопрос в будущее и это зачем это вопрос в скиннеру который с крыской то есть крыска на самом деле нажимает рычаг для того чтобы получить награду и награда для нее это еда в вашем случае награда исключительно индивидуально это мы все вернемся как бы к тому с чего мы начали зачем мы вот эти привычки сейчас разбираем зачем вам эта привычка нужно если вы хотите играть в компьютерные игры то пожалуйста играть и это клево это развивает мозг на самом деле зависимости от того какая-то игра это дает ему либо расслабиться либо наоборот там очень сложная стратегия где вы должны продумать чего он там на работе например не дали сделать днем а вечером еще кто-то мозг выносит в общем надо отключиться и там продумать что почему я это делаю это другой вопрос это вопрос по павлову то есть откуда у меня берутся эти дополнительные вспомогательные стимулы почему я решил это вообще делать может это у меня прошивка такая то есть мне там с детства внушили что плохие оценки это плохо поэтому я всю жизнь пытаюсь там стать лучшим я всю жизнь пытаюсь заработать на классную машину я хочу самую красивую жену я хочу чтобы дети были успешны я хочу чтобы у меня был дом там и все прочее на самом деле может этого не хотеть это может быть как бы ваше встроено кем-то мнение поэтому первым делом когда вы разбираетесь своими привычками нужно вот эта осознанность вы должны понимать что в каждый конкретный момент вы сейчас здесь делаете зачем вы это делаете почему вы это делаете ну и там какая-то рефлексия базовая если вас волнует ваше количество времени проводимое в соцсетях или вы не очень эффективно работаете или еще что-то есть куча тулов например я написала раски тайм за тот которым я пользовалась для того чтобы просто раскипаем внизу вы должны понять что вы делаете осознанно а что делаете неосознанно если вы осознанно проводите в скайпе 80 процентов времени остальные 20 в почте то вероятно вы менеджер и вам по-другому как бы не очень легко это сделать то есть вы должны осознать сколько вы времени проводите этом в каждом конкретном приложении что сделали google недавно на google а и они рассказали слава богу наконец до них это дошло в принципе опыта тоже появляется дашборд потребления дашборд сколько вы проводите времени в каком приложении возможность перевернуть телефоны чтобы вас не беспокоили лишние нотификации то есть уже уже дошло до того что огромные корпорации начали вводить свои новые правила пардон люди сами по себе как бы себя контролируют достаточно плохо поэтому им нужна помощь и google и apple сделали огромный шаг в том чтобы помочь людям быть чуть чуть более осознанными в этом вопросе на своем для нашего прекрасного эти тока был пункт этика дизайнера здесь будет набор довольно не очень сильно связанных вещей но я хочу сразу сказать что в датарк мы занимаемся в основном проектированием именно интерфейсов не лендингами не полиграфии не 3d мы пытаемся решать какие-то задачи то есть у нас есть софт и этот софт нужно проектировать и наши дизайнеры занимаются тем что строят большие многопользовательские системы в которых есть огромная задача создавать привычку но не ту привычку которая заставляет вас бесконечно серфить instagram facebook и там играть фермера или там шарики лопать а те привычки которые облегчают жизнь то есть а привычки которые доводят вещи до автоматизма и серии вы встали вы почистили зубы вам не надо рефлексировать я пойду и все-таки почищу или не почистить я фото вот и нет но кофе будет невкусным не буду я чистить зубы короче наша задача создавать эти привычки поэтому каждый раз когда мы создаем привычки когда мы проектируем сценарий который в будущем будет повторяться сотни тысяч раз в год то есть ежедневно десятки сотни раз нам нужно эти привычки создавать поэтому такой список он как бы родился из опыта из опыта проектирования уже существующих приложений из каких-то новых задач и я каждый из них прокомментирую первый пункт это уважать внимание время и личную жизнь пользователя и не отвлекать его без нужды пример с песочницей когда ребенок играет и вы с ним гуляете вам приходит почта вы слышите сигнал вы понимаете что если вам приходит почта там знаю в четыре часа дня а вы взяли отпуск то вероятно может быть лучше прочитать а вдруг там что-то случилось вы начинаете вы запускаете какой-то цикл рефлексии вы отвлекаетесь и ваша личная жизнь как пользователя но она как бы немножечко страдает то есть вам приложение навязывает манеру поведения навязывая такую манеру поведения приложение должно вам давать возможность отказаться от этого возможность включить какой-то донат дистерп мод или что-то вроде этого то есть каждый раз когда вы обращаете на себя внимание человека вы создаете для него стресс вы можете его из потока вытащить когда он занят когда у него может быть там пять минут на ребенка вообще там было и вы его отвлекли и в общем испортили ему это время приложение которое уважает пользователя вызывает в нем там более теплые чувства какие им больше будут пользоваться соблюдать второй пункт соблюдать оптимальную когнитивную нагрузку в приложении что такое когнитивная нагрузка кто знает да то есть мозг работает для того чтобы решать какую-то задачу задача может быть простая может быть сложная задача сложная так амитивная нагрузка большая мысленная нагрузка большая мозг должен напрячься когда вы что-то делаете даже если вы делаете постер когда вы вы делаете совсем банальную вещь вот такой постер да постер не должен напрягать человека не должны бы там написано мелким мелким шрифтом там ввода что то произошло то есть все напрягают ч это создает дополнительный тэншин это плоха то есть если вы решаете задачу изобразить баннер какой-то, то нужно понимать, что люди прочитают с этого расстояния, а что не прочитают. То есть какие-то вещи, например, мелкий шрифт, он наоборот зовет человека подойти, посмотреть, может быть, не знаю, сфоткаться рядом с ним, но все, что вы делаете, должно быть легко поглощаемо или сложно поглощаться, контент будет сложно поглощаться, если вы это специально сделали, и таким образом хорошо запоминаться, но только в этом случае, а лишнюю нагрузку давать не нужно. Следующий пункт. Дозировать информацию, предоставляя пользователю только нужные и важные данные и время на их переваривание. Например, когда вы листаете тот же Facebook, я все время отсылаюсь просто к известным приложениям, не потому что я пользуюсь только Facebook и Instagram, а потому что это известные всем паттерном поведении. Когда вы скроллите Facebook или новостную ленту, вы читаете заголовки, читаете, 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 пока не найдете там какой-то условный пост, который вам интересен. и все остальное перед этим прочитанное у вас все равно оседает где-то в мозгу, и если вы скроллили уже там 3 минуты, на самом деле скролл – это тот же рычаг. То есть вы скроллите, как крыса дергает за рычаг в ожидании, что таки придет интересный пост. Вы не догадались отключить скромсейвер. Когда вы скроллите, информация оседает у вас в голове, и чем дальше вы скроллите, тем меньше вероятность, что вы нормально таки запомните прочитанную новость. И после первой прочитанной, удачно полученной награды новости, вы скорее всего закроете Facebook, успокоитесь и займетесь каким-нибудь делом еще 5 минут, пока не вспомните опять про него. На самом деле ученые, не британские, доказали, что люди хотят не само удовольствие, а предвкушение удовольствия, и есть самая интересная часть. То есть с теми же крысами были опыты ожидания награды, и есть самая интересная часть. Предвкушение покупки автомобиля, есть самая интересная часть. предвкушение отпуска, есть самая интересная часть. Все, что идет потом, это уже вообще другая история. Оно может получиться хорошо. У автомобиля может подвеска через месяц начать стучать. В отпуске вы могли выбрать неправильного человека, с которым вы поехали. Или у вас резко украли деньги, и вас это может быть расстроило. В общем, может все совершенно по-другому складываться, но ожидания награды есть самая интересная часть. У вас ожидания интересные новости заставляют открывать в фейсбук, как только вы ее получаете, вы закрываете. Как только вы удовлетворяете свою жажду получить эту новость, сразу все закрывается. Поэтому информацию, которую вы вообще выдаете, нужно выдавать всегда по сути, дозированно, и давать какие-то перерывы между подачей информации, чтобы человек мог ее обмозговать. Понятно? Классно. Это точно про спорт. Следующее. Учитывать ограниченность ресурса принятия решения в день. Что это значит? За каждый день мы принимаем ограниченное количество решений. То есть мы встаем с утра, решаем, грубо говоря, на какую ногу встать. Решаем застелить постель, если это не заведено до автоматизма. Решаем почистить зубы. Решаем с горкой ложку кофе сделать, или куда деть это намолотое остальное, что с ним делать. Потом решаем, в чем сегодня идти. У каждого свой ритуал какой-то, но количество решений в день у мозга довольно ограничено. То есть мозг устает со временем, и вечером решать какие-то важные вопросы, все, что вы откладываете, там, вечером разберусь, вечером порешаю, вечером выберу квартиру, которую сниму на Airbnb. Вот нет. Очень сложно. Очень сложно делать вечером все такие серьезные решения. Поэтому, когда вы заставляете, когда вы даете пользователю огромный выбор, вы его таким образом утомляете. То есть даже если кто-то рисует лендинги, когда у вас там наши преимущества, и дальше идем на список из 20 преимуществ, ну, неинтересно это вообще. Или выберите план А, или план Б, или план С, и еще у нас есть 4 дополнительных плана, по которому вы получаете больше преимуществ, если вы подпишетесь на вот такой сервисный план. То есть чем меньше вы даете выбор, 3-4 максимума пункта, тем лучше. В случае, если у вас есть возможность не давать пользователю выбор вообще в приложение, например, то есть если вы можете пустить человека в приложение без регистрации, почему бы это не сделать? Почему нужно заставлять его в самом начале преодолевать первый барьер, это заполнять регистрацию, решать, заполнять данные или не заполнять, предоставлять доступ к личной информации или не предоставлять. Поэтому нужно стараться ограничивать выбор, делать его реже, заставлять делать его реже, больше на автоматизм списывать. У человека есть ряд уязвимостей, у всех людей он есть, и это какие-то обманчивые вещи. Например, такая фраза, это не займет много времени. Допустим, вам Facebook присылает нотификацию, что вас затегали на какой-то фотке. То есть вас отметили, и вам присылается нотификация, вас отметили. Ну, конечно же, вы пойдете и проверите, на чем там вас отметили, а вдруг вы пьяный лицом в салате лежите, надо же как-то убрать этот пост. И хотя можно поставить в Facebook настройку не тегать меня автоматически, но я думаю, пример понятен. Если вы получаете такую нотификацию, вы сразу идете проверять, что же там выложили. Причем вас отметили на одной фотке, а в серии было загружено 50. Пока вы все 50 не просмотрите, не убедитесь, что вы таки не лежите лицом в салат на какой-нибудь на заднем фоне, это не займет много времени. И вы в итоге 20 минут сидите и залипаете, а потом еще новость интересная пришла. Еще что-то? Не угадала? Нет. Это была первая обманчивая штука. Вторая – это аддиктивность к скроллу. Я уже сказала. То есть скролл – это тот же самый рычаг, вы скроллите в попытке найти какую-то интересную новость. И паразитировать на подобных вещах, из серии присылать какие-то уведомления, которые типа ненавязчивая маленькая пуш-нотификация, давайте добавим ее в наше приложение. Или заставлять человека скроллить, делать огромную длинную новостную ленту, или делать интернет-магазин, в котором все результаты подгружаются на одну страницу и грузят нереально браузер, и он потом еле дышит, и ноут воет. В общем, не нужно рассчитывать на то, что человек любит скроллить. Это такой интересный миф. То есть, да, это не миф. Люди любят скроллить, но это не приводит к каким-то очень хорошим результатам. Это тот же кэш, который переполняется. Еще у людей есть страх пропустить что-то важное. Это нас заставляет каждый раз, когда в телефоне зажжал телефон машинально его доставать. Он же такой гладкий, классный такой хоп, а и вылез из этого, из кобуры, хотела сказать, из кармана. Вы его достаете просто, чтобы проверить, что там не пришла смс, что там ядерная бомба взорвалась или еще что-то, и срочно беги. То есть мы каждый раз очень боимся что-то очень важное пропустить, хотя на самом деле там пришла смс-ка «Купи туалетной бумаге», хотя это тоже сравнимо с ядерной бомбой, но я имею в виду, что не все натификации нужно выводить на главный экран. Не каждый раз надо отрывать человек от чего-то важного. Еще одна уязвимость. Вдумчивые реакции отличаются от мгновенных. Не всегда мгновенная инстинктивная реакция уместна. На какие-то вещи вам реально надо ответить мгновенные. серии «Да» или «Нет». Ну там типа «Вечером все как обычно?» «Да». Или, не знаю, «Мы пойдем завтра в кино?» «Да, может быть, поговорим вечером». Но какой из этих номеров выбрать для брони на Airbnb? Вот этот за 50 баксов или вот этот за 51? Но вот этот находится на краю окружности, на краю города, и нам нужно будет на транспорт тратить столько-то времени. То есть вот такие решения люди вам все равно вам присылают это сообщение. То есть вам надо рано или поздно на него ответить. Но принимать решения вы будете совершенно по-разному. Поэтому, когда вы проектируете интерфейс, нужно учитывать, что на какие-то задачи нужно тратить больше времени, на какие-то меньше времени. И каждый раз, когда вы требуете от человека внимания, вдумчивости, когнитивного какого-то усилия, нужно об этом всегда заранее задумываться. В стрессе человек себя не контролирует и склонен удовлетворять самые примитивные нужды инстинктивно. И я не буду объяснять этот пункт, но я думаю, все в принципе понятно. То есть в стрессе человек находится, когда читает почту, когда ведет себя, когда он за рулем или еще чего-нибудь странное делает. Что такое примитивные нужды? Это какой бы вопрос вы не задали, какой бы дополнительный стресс человек вы не создали, человек будет действовать так, как он действует в любом стрессе. То есть если, например, он любит заедать стресс, то он может спокойно прийти к кассе и вы ему присылаете какую-то очень страшную пуш-нотификацию, он берет батончик и сразу его съедает. Человек перестает себя контролировать, он может нажать не на эту кнопку, он может сделать что-то странное, за рулем получив смс-ку, может впираться в дерево и так дальше. То есть он переключает свое внимание, все свои рефлексы, исключительно руководствуясь механическим животным инстинктом. И нет, это не про то, что вы подумали. Так. Каждый раз нужно сверяться, когда вы что-то такое стремное проектируете, когда вас клиент просит что-то странное сделать, нужно сверяться с матрицей манипулирования. Это, кстати, тоже из книжки на крючке. В чем суть? Когда вам нужно сделать какую-то функцию, нужно спросить себя. Ну, тут дизайнер, например, называется мейкер, то есть тот, кто делает. Улучшает ли это жизнь пользователя? Если да, то пользовались ли бы вы этим? Если это и улучшает жизнь пользователя, и вы как создатель бы таким пользовались, это вообще суперклассно, это самое то, что надо. Вот таким дизайном, такой дизайн нужно делать, таким приложением будут пользоваться. Если, опять же, крайняя точка, если это и не улучшает жизнь пользователя, и дизайнер бы этим не пользовался, это похоже на драгдилера, который просто толкает какой-то товар, который вообще не нужно. Ну и есть промежуточные промежуточные варианты, типа лоточник и шоумен, когда шоумен, он как бы понимает, что пользы-то не приносит, классно, ну типа как игрушка, там, не знаю, Total Domination или еще что-нибудь, но я вот как бы этим бы воспользовалась. То есть это развлекать, это шоу, это бесполезная вещь, но доставляющая удовольствие. То есть можно такую функцию делать, можно такое приложение делать. Если пользователь, если дизайнер не пользуется таким приложением или такой функцией, а жизнь пользователя улучшается, это что-то вроде торговца книгами или торговца чем-то полезным. Но в таком случае, когда вы сами в чем-то не разбираетесь, об этом проектируете что-то, дизайните что-то, вам просто не поверят, потому что вы там не разбираетесь. Это как когда вы идете в веломагазин и покупаете велосипед у девушки с вот такими ногтями, у которой там явно ноги вообще не накачаны и она там вся такая красивая, классная и рассказывает вам про то, что там, не знаю, 10 звезд лучше, в смысле, 10 звезд и 7 звезд, да нет же, никакой разницы нету, просто прикольно, вес там покруче. Ну то есть вы должны верить человеку, то есть вы должны, как дизайнер, вы должны разбираться в чем-то для того, чтобы это продать. Ну и как дизайнер в принципе тоже. Когда вы в чем-то разбираетесь, вам легче человека заинтересовать и сделать что-то полезное. Это была матрица манипулирования. Есть еще такой пункт, что этично избегать темных паттернов. Кто знает, что такое темные паттерны? Никто не знает. Да, примеры классные, объяснение не очень классное. Пример классный, потому что так и есть. То есть не давая возможности человеку ошибиться, то есть сделать что-то, чего вы не планируете, вы его не направляете и не заставляете. Вы ему вообще выбора не оставляете. То есть можно сказать бесплатно, без смс, а потом все-таки смс-ку попросить, отправить, и это немножечко обман, но это не совсем темный паттерн. Темный паттерн — это не давать доступа в принципе к сайту. То есть это перекрывать все оверлеем, и если кто-то знает инспектор, он конечно удалит там лишний дивчик, но если кто-то не знает, то придется, ну на самом деле он просто уйдет с сайта, не будет там отправлять смс-ки. Темные паттерны возможны вообще в принципе в любом интерфейсе, то есть любые вещи, которые вы, используя матрицу манипулирования, или используя метод прививания привычки человека делать, заставляете, это неэтично, это то, чего делать ни в коем случае не нужно. Чем более честным, прозрачным ваш интерфейс будет, тем более, как бы, тем быстрее он будет расти, тем быстрее будет расти его успех, тем более успешным он будет среди аудитории, тем больше его будут рекомендовать. Все эти темные паттерны все равно создают какой-то дискомфорт, даже если человек их не осознает, как в случае с перекрытым доступом к сайту. Типа dark power. Такое. Не unfriendly, а нечестно, блокирующие, обманывающие, манипулирующие. То есть, вот на самом деле с коробкой скиннера вопрос же в чем, что можно, если представить себе вместо коробки скиннера просто реальную среду, где вы воспитываете ребенка или берете на работу там какого-то сотрудника, которого курируете, или вы воспитываете какой-то, то есть, вы воспитываете просто свое животное, воспитание может происходить вот этими четырьмя разными способами, можно через, исключительно через похвалу. Вы же не ругаете ребенка, когда он там нарисовал первую, не знаю, корову, вот, например, я нарисовала корову, у меня у нас классный заяц, и с тех пор я решила не рисовать, вот, но это было похвала, а можно как бы не хвалить до тех пор, пока не получится корова, но она же получится там, когда уже человек закончит курсы рисования, можно наказывать, но если ребенок как бы тянет руки к розетке, вы же будете не бить его за то, что он руки к розетке потянула, сначала ему там расскажете, там проведите какую-то образовательную лекцию или что-то такое, и только потом, если это не работает, может быть, повысите голос, то есть все эти методы, они и имеют право на жизнь, они все работают, просто самые-самые из них эффективны, это переменная награда в случае, когда вы знаете, чего вы хотите конкретно добиться, а если все время там орать на человека или все время критиковать или все время говорить, что все плохо, доказать, что наконец будет хорошо, у вас просто ничего не получится, потому что вы принимаете, применяете только один скучный метод и он вызывает исключительно отторжение, то есть человек просто не знает, что делать, вы ему обрубаете все концы, то есть закон эффекта Торндайка, он говорит о том, что если часто, если хвалить, если награждать, то это закрепляется, если ругать, то это открепляется, это не будет повторяться, поэтому если вы постоянно кого-то ругаете, то вы скорее ему перекрываете все выходы и он будет в конце вообще забитый, зажатый и ничего не сделает. Здесь вы будете все время на пользователя кричать, какие-то валидационные ошибки ему выдавать, если вы будете блокировать ему доступ к следующим секциям, пока не сохранил предыдущие результаты, если вы все время будете давить эмоционально на человека, то он не будет пользоваться таким приложением, он будет некомфортно, конечно, если у него выбора нет, это корпоративный тул, то будет, но он скорее просто уволится потом из этой компании, потому что это вот доканывает его каждый день. Но смысл в том, что ошибки нужно предупреждать, человека нужно информировать, его нужно награждать за маленькие-маленькие шажочки, когда он там что-то в приложении сделал, классно, спасибо за предоставленную информацию, а вы знаете, что можно сделать еще вот такую штуку, например, ну то есть награждать, награждать, упреждать, предупреждать о чем-то и не давать возможности ошибаться в принципе, чем ругать за ошибку. Со временем люди теряют интерес к продуктам, для которых характерно ограниченная изменчивость. Да, ну то есть, если у вас Инстаграм бы уже пять лет не обновлялся, то он бы все еще был таким приложением, в котором была только фотка человека, там имя, никнейм в смысле, тогда еще, по-моему, даже имен не было, фотка, которых не может быть несколько в серии, может быть какие-то базовые хештеги и на комментарии нельзя было бы отвечать. Да, постепенно любое приложение эволюционирует, вводит какие-то новые вещи, меняются немножечко сценарии поведения, человеку как бы открываются новые уровни. То есть каждый раз, когда вы что-то в приложении меняете, каждый раз, когда на сайте происходит небольшой редизайн, открываются новые функции, появляются новые товары в интернет-магазине, это человека привлекает. Те же продукты, которые застывают в веках, они, как правило, не пользуются интересом. Продукты болеутоляющие и продукты витамины. Но любой продукт, когда вы создаете, например, стартап какой-то, это может быть болеутоляющий, то есть это может решать какую-то вашу насущную проблему. Что такое насущная проблема? Например, у вас возникло желание сделать удивительное приложение, которое не существует на рынке, по счет калорий или еще что-нибудь в этом роде. То есть, допустим, на рынке нету таких приложений, и ваше приложение будет первое, уникальное в этом роде. В этом челлендж, в принципе, очень многих продуктов сделать что-то новое, конкурентноспособное, не набить кучу шишек и сделать это прям сразу, из первого раза. Вот это редко получается. Но это пример болеутоляющего. Продукты и витамины это продукты, которые делают жизнь человека чуть-чуть лучше. То есть у всех у нас есть какие-то проблемы, всем нам там кто-то на кричал, кто-то на нас, кто-то нас там обидел, кто-то не знаю, нам не доплачивают, может быть, где-то мы там подустали, не можем выспаться, или еще что-то. То есть у них какие-то есть груз проблем ежедневных, которые в принципе каждого человека гнетет, у каждого он свой. Если еще приложение будет там бесючим и все приложения на телефоне будут бесючие, то жизнь вообще будет очень грустная и печальная. Но продукты и витамины это те продукты, которые делают эту жизнь чуть-чуть прикольнее. Вот Instagram это вообще не были утоляющие. Изначально оно проектировалось как продукт-витамин, как продукт, где вы можете получить немножко лайков, немножко новой информации, немножко красивых картиночек, там, не знаю, пейзажей, ног волосатых или еще что-нибудь. Но со временем, когда мы стали этим приложением пользоваться очень часто, когда это стало частью нашей рутины, мы в Instagram лезем как в приложение болеутоляющее. Когда нам скучно, грустно и хочется, чтобы нас хоть кто-нибудь полайкал хоть за что-нибудь, мы лезем в Instagram и там наша боль утоляется. Поэтому у хорошего приложения, когда развивается привычка пользователя этим приложением, хорошее приложение работает и как болеутоляющее, и как витаминка. То есть в нем есть что-то, что приносит просто ежедневную радость, гарантированно, но с переменным таким успехом, и проблема, которая она решает. То есть важно выделить вот эти две составляющие. Дальше идет пункт GDPR. кто-то уже, наверное, все знают, потому что всем пришло миллион писем про то, что наступил великий и могучий GDPR. Global Data Protection Regulations. Смысл в том, что пользователи, которые пользуются любым сервисом, предоставляют какое-то количество персональных данных. И этими данными нужно распоряжаться с умом, ответственно, и есть специальные регуляторные документы, которые описывают, какими данными как распоряжаться. То есть какие можно хранить, какие можно перенаправлять куда-то. И для каждого отдельного случая эти инструкции по сути разные. Когда вы собираете данные у пользователей, нужно всегда задумываться, нужны вам эти данные вообще или нет. Можете ли вы прожить без этих данных? Оттолкнет ли пользователя ваше желание собрать лишние данные? Будет ли он переживать на этот счет? Есть люди, которые вообще никогда не регистрировались в социальных сетях. У меня очень много таких знакомых, которые маньячат, типа думают, что это слежка, шпионаж, и инопланетянин нас всех упройдут. Но в принципе их позиция очень ясна и понятна. И таких людей много. Поэтому когда вы собираете данные, нужно обязательно просить пользователей, чтобы они конфермили, что они согласны с тем, что вы эти данные собираете, когда у вас на миллионе сайтов спрашивают про то, что мы храним куки, вы не против? Почему? Кому написано? Я же это в этом и не отключаю. Да. Если у вас есть терм заф-сервис и провиси-полиси, то нужно давать на них четкие ссылки и нельзя поставить там в тихую галочку «Я соглашаюсь на вот эти ваши условия и заодно подпишите меня на имейлы и вообще на все меня подпишите и сделать это маленьким-маленьким радио-баттеном, который не чек-бокс, а радио-баттен, потому что нельзя его анчекнуть. И, в общем, нужно очень аккуратно с этим с данными обращаться. Уважение к персональным данным человека, в принципе, это уважение к пользователю и он ответит вам скорее всего тем же. Очень важно при проектировании любого дизайна просить критиковать соседа или другого дизайнера или разработчика или проект-менеджера и вообще любого другого человека с другим мейнсетом, потому что ваши решения, мало того, что они могут просто не работать, то есть есть какие-то банальные вещи из серии «забыл фильтр», «забыл сделать кнопку», «забыл сделать удаление» или «колонки там не хватает какой-то в дизайне» или еще чего-то. Есть странные вещи, которые вам даже в голову могут не прийти, но, например, когда вы проектируете приложение, вы, скорее всего, даже не задумываетесь, что у человека может быть одна рука и ему неудобно держать телефон, например. Или когда вы проектируете форму регистрации и там требуется реальное имя, то есть не никнейм, а реальное имя для трансгендеров это не очень прикольная штука. Или когда есть приложение для родителей и там есть два чекбокса, ну, не чекбокса, там есть вход для двух родителей, оба родители должны обязательно зайти. Вы даже не подумали о том, что родитель может быть один или их может быть там в определенном виде, ну, не так, как просто может быть. Вот. поэтому, когда вы принимаете решение, для кого вы это делаете, нужно понимать, для кого вы это точно не делаете, кого вы вычеркиваете, кто обидится на ваш дизайн. Поэтому, чем больше количество людей, не нарушая МДА, вы спросите, чем больше совета вы со стороны получите, тем более эффективным будет ваш дизайн. и критику можно, ну, критику всегда нужно воспринимать нормально, адекватно. Критика это не там, не ругань, критика это помощь. Это альтернативный взгляд на вещи. Вот. И такая заключающая мысль, что, в принципе, поскольку дизайнер, который хорошо придумывает продукт, он, по сути, придумывает и бизнес-логику тоже, и те приложения, которые, те сайты, которые вы делаете, это, по сути, проектирование экосистемы, проектирование экосистемы города, экосистемы мира, экосистемы сообщений, там, мессенджинга, обмена данными, выкладывание своего контента. Вы, по сути, проектируете жизнь людей, ту жизнь, которая цифровая. Поэтому это достаточно большая ответственность и хотелось бы, чтобы, хотелось бы вам пожелать, чтобы вы к этому всегда подходили не только с ощущением того, что вы делаете что-то полезное, и красивое, но также понимали, как это меняет жизнь людей, в лучшую, худшую сторону, как это создает привычки, хорошие это привычки или нет, помогают ли они людям меняться в лучшую сторону. То есть, например, можно же привить привычку к спорту с помощью приложения, а можно, а можно, не знаю, это тоже, да. В принципе, у меня все, есть немножко литература по теме, можно сфоткать, Алина потом все равно расшарит презентацию. Да, там в расписании было целых три часа, но мы уложили сейчас, поэтому, если есть какие-то вопросы, задавайте. Одну секундочку, я микрофончик вам передам. Вопрос, как узнать, что в приложении перегружено интерфейс, если команда небольшая, а в открытом доступе его еще нет? Что значит, перегружено в плане UI? Да. Ну, все очень просто. Во-первых, у вас количество, это приложение мобильное, количество мобильного экрана, оно достаточно небольшое. На экране есть определенные зоны, зоны, где хорошо читается, то есть это примерно середина экрана, и экшн-зона из серии верхний из экрана. И если каждая кнопка, согласно гайдлайнам, она занимает определенные минимальные размеры, там из серии 44 пикселя, там 44 деби. Если у вас на экране вмещаются больше трех кнопок, и если приложение мультиязычное, это уже плохой признак. То есть, что такое перегруженность? Перегруженность, она не всегда визуальная, она скорее, если вы на прошлой встрече наверное не были, это было достаточно давно, но я призываю делать дизайн, всегда опираясь на определенные сценарии. Точно так же, как вы собираете рюкзак последовательно. Когда вам нужно утром проснуться, первым делом вы просыпаетесь в палатке, то есть вам нужно взять палатку, когда вы собираетесь в поход, потом нужно взять зубную щетку, там полотенце. Вы не делаете много вещей одновременно, вы на одном экране чаще всего делаете одну определенную вещь. И вот вы попробуйте написать просто шаг за шагом, что происходит в приложении. То есть человек заходит на этот экран, что он первым делом делает. Например, на главном экране Фейсбука он прежде всего читает новости и должен увидеть сообщение про свою переменную награду. Он не смотрит там список друзей, он не смотрит свой список профиля. Он к своему профилю доберется через три клика, через нажатие на одну иконку, на вторую иконку и потом ему покажется экран. То есть попробуйте просто описать, что он делает на каждом экране и если он на одном экране решает больше трех задач, это уже признак перегруженности. Ну это субъективно. Тоже вопрос в тему мобильных приложений и нагруженности. Бывает такой момент, когда, например, заказчики чудесные любят кастомные всякие вьюхи, фичи и прочее. И когда сталкиваются такие два момента, вот мы знаем кардинально разные все нативные движения у iOS, у Android, например, а когда хотят унифицировать и когда берут и привычки, iOS переносит на платформу Android, Android на iOS, типа все это смешивается в каше, вот как доказать людям, что не стоит так делать и в каких моментах можно объединять а в каких вообще не стоит. Спасибо за вопрос. Достаточно частая проблема на самом деле. Многие заказчики, исходя из бюджета и сроков, любят делать вообще единое приложение, что-нибудь типа на кордове, и они объединяют там и паттерны, и стили, и все на свете, но иногда переносят и с iOS на Android стулбары, жесты из Android на iOS. В этой ситуации рассказывать, ну, как я обычно делаю, я прежде всего апеллирую к гайдлайнам, просто вот ссылка, вот гайдлайны, вот best practices, это может не сработать, конечно же, чаще всего и не срабатывает, ну, то есть с проблемными клиентами. Если не срабатывают базовые примеры, есть специальные консультативные форумы, где эти же вопросы часто задают из серии, как там, так оверхлоу, есть и x-exchange, и x-tech exchange, и это большое семейство форумов, где обсуждают насущные проблемы по биологии, по программированию, по дизайну, и там ведущие специалисты, если вам не доверяют, ведущие специалисты отвечают на подобные вопросы, и можно показать это. Это тоже может не сработать, но самым главным, самым весомым аргументом всегда выступает мнение пользователей, поэтому, если ваш заказчик хочет перенести союз на Android, то он, скорее всего, просто пользуется iPhone, и любители iPhone, они любят делать везде, как iPhone, потому что им кажется, что iPhone это самая крутая вещь в мире. Если человек пользуется iPhone, он пытается перенести все на Android, то нужно найти человека, у которого Android, который близок к этому клиенту, и спросить у него, вот скажи, нарисовать, как просит клиент, сделать прототип, это все сделать, и спросить у него, это вообще как тебе, тебе удобно? Чаще всего это очень хорошо срабатывает, аргументы конечных пользователей, потребителей приложения, пользователей операционки, на которые это все педалится, как правило, это очень хорошо работает. Если не срабатывает, то там уже нужны какие-то хитрые манипуляции, в общем виде я, наверное, не отвечу, но можете подойти и обсудить ситуацию. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну, у меня оно стоит, хотя у меня айфон, но у меня вообще очень много всяких странных приложений стоит, и на айфоне тоже там спилили какие-то анимированные стикеры, и много интертеймента с последней осью там появились анимированные, ну, это пока еще бета, но анимированные смайлики, создания, я лично к этому отношусь достаточно плохо, потому что я поклонник минималистичного дизайна, вообще подхода ко всему, то есть когда весь дизайн, который мы делаем, делается по принципу весс-из-мор или по принципу бритвы-акамы, которая там еще можно все срезает. Ну, я считаю, что оно должно быть кастомизируемо, то есть кастомизация, эргономика, как правило, завоевывает рынки, то есть все приложения, которые нестандартные, как правило, пользуются спросом, если они позволяют сделать умеренную кастомизацию, но она никогда не должна идти по дефолту, об этом можно рассказать пользователю, можно предоставить возможность включить и отключить эту функцию, но ну вот я скажу, что, например, мне новый инстаграм вообще не нравится, ни стори, ни видео, которые они прям форсят смотреть, потому что там иконочка такая очень цветная загорается, если бы это можно было отключить, я бы это отключила, если бы можно было отключить, я бы продолжала пользоваться инстаграмом, но так я уменьшаю им пользование, кстати, есть один очень прикольный штук, который инстаграм сделал, они буквально недавно ввели, если вы там проскроили три поста, ничего нового не появилось, там длинная длинная лента того, что уже присмотрели, они показывают, что там Europe Date, все, все прочитано, и меня это реально останавливает, то есть если раньше нужно было по четвертому разу, но и даже смотреть, да, но она привлекает внимание, хотя она в принципе минималистичная, внимание привлекает, то есть в принципе на этом месте можно закрыть инстаграм и перестать им пользоваться и осознать, что ты начинаешь действовать по накатанному, но все, что новое они добавляют из серии превращения в снапчат, мне не нравится, мне кажется, это не согласуется с моей парадигмой того, как я вижу инстаграм, то же самое с календарем, ну пожалуйста, в принципе матчи это прикольная штука, это же как плагин, то есть я люблю плагины, плагины облегчают жизнь, но любой плагин это плагин, это включил, выключил, если тебе не нравится, отключил, поэтому меньше выбора, это когда касается равноценного выбора, когда ему нужно принять решение, не меньше фич, фич может быть миллион, вы вот если в джире, джире их кто-то пользуется, кто-то пользуется джире, в джире есть миллион плагинов, которые можно, там виджетов, которые можно поставить, установить, кастомизировать, настроить все виды репортов, там фильтры по-крутому, сделать, экспортировать всякую разную статистику, но никто же не ставит это по умолчанию, то есть это подключают, какие-то из них платные, какие-то бесплатные, я считаю, что интерфейс должен по такому принципу развиваться, если тебе надо, покупаешь, добавляешь, отключаешь, но если не надо, то должно быть удобно, да, конечно. Так, это было три вопроса, да, и было бы три пакетика, если кто-то хочет посражаться. Как понять, что пора делать гайдлайн для новых пользователей, чтобы им было понятно интерфейс приложения? А вы собираете статистику? Какую-то статистику? У вас же она еще не выпущена, да? А какие пользователи гайдлайны тогда нуждаются? Просто по интерфейсу, чтобы показать, вот нажми сюда, чтобы ты посмотрел, вот такие фильтры, нажми сюда, чтобы ты попал там. Типа тур.js, когда оно показывает вообще, как пользоваться, тогда я попробую перефразировать вопрос, как, в какой момент нужно анонсировать новый функционал, нет и не в этом вопросе. Пользователям, да, вот показывать, что можно сделать. Возможно, приложение стало с большим функционалом или же много сложных функций появилось. То есть вот так. Я просто пытаюсь это совместить с тем, что пользователей еще нет. я считаю, что, во-первых, дизайн должен сам себя, конечно же, объяснять и не нуждаться в объяснении. Это понятно, банально. Да, должен быть интуитивным, должен сам ввести пользователя. Если вы зашли в приложение, оно пустое, то везде должен быть гайд, куда нажать, чтобы приложение наполнилось контентом. Если у вас уже существующее приложение и пользователи теоретически уже понимают, как оно работает и появилась какая-то новая функция, конечно же, они эту функцию найдут в 5% случаев. Поэтому нужно показать какой-то хинт, небольшую нотификацию, обратите внимание, мы обновили приложение. Кстати, обновление должно быть тоже отключаемое, если это не происходит по дефолту. Как это показывать? Миллионам разных. Да, нужно всегда рассказывать, потому что что-то новенькое произошло, чтобы пользователи видели это. Но не заставлять регулярно пользоваться, вызывая у них привычку к видео в Инстаграме. Такой вопрос на тему как раз этики. Как бороться с маркетологами, которые чаще всего противники этики? А можно громче? Кроме маркетологов ничего не слышала. Работает? Да. А как бороться с маркетологами, которые чаще всего противники этики? И у кого слово более веское должно быть в некоторых вопросах, как, например, сегодня я говорила с маркетологом, говорят, давай пользователям обязательно приветствуем на информационный экранчик, расскажем там, что будет. Нет, 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 мы рассылочку, побыстрее, пусть зайдет, и все хорошо. Там, давай кнопочку, пуш-ап уведомления отключать на видное место, пусть выбор сделает, хочет отключить. Нет, 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 у нас же акции. Надо запрятать эту кнопочку, чтобы он и не увидел. То есть все-таки у кого должно быть более веское слово? Ну, иногда, если можно, я попробую ответить. У меня, конечно, нет какого-то универсального, субъективного суждения насчет того, где место маркетолога находится, потому что я сталкивалась с совершенно разными маркетинг-специалистами, и у меня есть коллеги высочайшего уровня, которые никогда подобных вещей не скажут, потому что когда мы настраиваем аналитику для сайта, они придумывают специальные фильтры, они исследуют влияние лейаута, используют влияние вердинга, то есть ко всему подходят аналитически, не на основе каких-то субъективных суждений. Я могу сказать, что я в принципе не люблю субъективные суждения, которые идут от одного человека, то есть все вещи, которые я говорю, я всегда предлагаю практиковать, предполагаю, что существуют альтернативные мнения, и очень рада их выслушать, но вещи, которые постулируются ультимативно, сама формулировка ультимативной постановки вопроса, мне кажется, не очень правильно, поэтому если вас маркетолог вызывает на открытую конфронтацию, то здесь нужно работать с самим конфликтом, а не с решением, кто важнее, потому что важнее в конечном счете кастомер, который приносит деньги, и ваша задача с маркетологом эти деньги заработать, и вам нужно договориться с маркетологом, с клиентом, как это сделать самым эффективным способом, и вероятно, это дело не в кнопочке вообще, то есть вероятно, дело в том, что контент сам себя не продает, что месседж копирайтера может быть написан неправильно, что товар, некрасивая фотка товара, или сам лендинг спроектирован таким образом, что не видно, где там акция, то есть баннер вообще не светится, может быть этот блок стоит и человек вообще пришел туда и половину контента на сайте там не видит, то есть акции заведены как баннеры, если вам ультимативно говорят, что нет, спрячьте кнопочку, человек не должен этого видеть, это темный паттерн, темный паттерн это зло, то есть в плане этики здесь ответ достаточно очевидный, но в плане конкретной ситуации мне кажется, что спорить, доказывать, кто главнее, это вообще упаднический способ, то есть нужно вести переговоры по контенту, который вы вообще предоставляете, то есть из-за чего может там не продаваться какая-то штука, может она в не в том месте там где-то стоит на сайте, хоть чуть-чуть ответила, более научный какой-то подход, менее субъективный. А у меня более личный вопрос, вот вы рассказывали о витаминах и болеутоляющих, а какие у вас источники, так сказать, витаминов и болеутоляющих? Какие приложения я использую? Я заметила за собой, что соцсетями я вообще по-другому стала пользоваться, какую-то информационную диету стала соблюдать, наверное, это произошло примерно в то же время, когда контакт отсох, то есть перебираясь в фейсбук, там уделяя больше времени инстаграму, понятно, что я висела в соцсетях, но перебираясь в другую соцсеть, я решила там почистить себе ленту и в итоге там ничего интересного просто нету и мой интерес там загнулся. В моем инстаграме, если посмотреть, там происходит что-то раз в полгода, наверное, какая-то фотка с покатушек на велике или там пейзаж какой-то, вообще нет людей, то есть это у меня картинная галерея, поэтому я в инстаграм хожу больше либо в директ там общаться, в фейсбук больше смотреть на ивенты, которые происходят по моим интересам, но вообще большинство вообще времени, когда я втычу в телефон, я втычу либо в медиум, в котором статьи на самые разные темы, либо использую, ну на самом деле я вообще любитель приложения дня, скачать и поставить 155 приложений и высадить батарею в ноль, я люблю просто исследовать приложения, вот это мое болеутоляющее, то есть я люблю раскапывать что-то, смотреть что-то новое, там читать какие-то статьи о том, что новое вышло, это мое мое болеутоляющее, мои витамины, ну, это не приложение, витаминами, я и так слишком много времени занимаюсь именно приложениями и интерфейсами, чтобы еще как-то с помощью жизни улучшать. Ну, конечно, много интересных приложений есть и которые трекают ваше время, которые там подсказывают, например, недавно какое-то приложение вышла кухня, что за там, китчен, что за там куча всяких разных прикольных рецептов прямо с видео, где все выкладывают очень бесплатно, ну, то есть их миллион, я не буду их назвать, фидли, меди, я все время говорю, я не буду, а потом начинаю трещать. Все. Давай. Расскажите, пожалуйста, в отношении чего-то, что, я не знаю, наверное, можно назвать серыми паттернами, например, есть какие-то приложения, которые не позволяют напрямую редактировать какие-то поля. это делается в общем-то для того, чтобы упростить пользование, потому что эти поля заполняются зачастую, например, автоматически, но при каких-то обстоятельствах пользователь может хотеть исправить это поле, а исправить технически его не может, потому что оно будет заблокировано уже своим приложением. По сути, ну, это вроде как делается изначально, чтобы упростить. Это плохой дизайн. Если пользователю нужно исправлять, поле должно быть активно. Я, ну, говорю на примере каких-нибудь банковских систем, когда ты предоставляешь отчеты, автоматически заполняются какие-то твои данные, которые, по сути, уже введены. Ты ведь как-то регистрировался в банке, но что-то могло измениться. Могли измениться какие-нибудь данные, связанные с внешними пользователями, какие-нибудь данные налоговых или что-то в этом роде, и ты хотел бы исправить эти данные, могло еще что-то измениться, но они как бы по умолчанию уже занесены в систему. В принципе, это сделано для того, чтобы избежать ошибок. И в большинстве случаев их действительно не нужно редактировать, но иногда нужно, а они заблокированы. Ну, хорошо, я пример поняла. Действительно, в случае с банковским приложением, чем чревато вот это исправление? Тем, что полетит там бухгалтерия, отчетность, налоги неправильно будут там оплачены, потеряется система вообще. То есть человек может там стать другим человеком, грубо говоря, по системе. Поэтому, да, там блокировка предписана самой системой. Но если у вас поменялось, поменялся, например, адрес, или что-то поменялось, вот данные конкретной ситуации вам надо исправить. Это значит, что, как я вот говорила на данном человеке, у человека, сценарий, существуют альтернативные сценарии, когда у меня поменялись данные. Это должен быть отдельный запрос, который обработается человеком из банка, который применит всю эту правильную информацию, всю изменившуюся информацию в правильные места и проследит, как специалист, что ничего при этом в банковской системе не поломалось. То есть здесь должен быть не системный фактор, а человеческий. И вот ответ на ваш вопрос, это не серый паттерн, это либо плохой дизайн, когда не предусмотрены все сценарии, суперавтоматизированные, либо здесь должен быть отдельный сценарий, который предусматривает отдельный функционал связи, грубо говоря, либо с оператором, либо с назначением личной встречи, где внесут изменения как отдельный кейс. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok